Здравствуйте, скажите, компенсация какая-то будет родителям и получатся? В этом детском саду гостей с камерами не ждут. Мужчина, который пытается выпроводить нашу съемочную группу за дверь, Алексей Воробьев. Именно он по документам оказывал услуги этого дошкольного учреждения. Родители уже неделю обивают пороги детского сада. Сегодня они приехали забрать оставшиеся вещи ребятишек и поговорить о компенсации за апрель и май. Ровно за то время, когда над их детьми здесь издевалась младший воспитатель. Но при виде камеры Алексей Воробьев, кажется, подзабыл, что имеет хоть какое-то отношение к этому детсаду. Почему сейчас не хотят выплачивать компенсацию родителям за то время, как... Вы директор, как я понимаю, этого всего? Нет, я не директор. На вас это зарегистрировано, нет? Я не директор. Скажите, компенсацию какую-то будут выплачивать или нет? Я ничего не могу говорить. Почему? Тем временем эта история обрастает все новыми подробностями. В сети одна из мамочек поделилась, что ее ребенок после посещения этого детского сада вернулся домой с серьезной травмой головы. Как все эти издевательства со стороны младшего воспитателя скажутся на будущем, их детей не знает, похоже, никто. Родители уже ищут своим малышам психологов и рассказывают о своеобразных методах воспитания в этом учреждении. На вопрос про старшего воспитателя, который с образованием, куда она смотрела, она ответила, что когда Юля спала на рабочем месте, тем самым она приучала детей к тишине. Мой ребенок сейчас находится в стрессе. Она начала проявлять агрессию, начала также бить лоб по голове, то есть у нее ночные истерики, она долговременные истерики. Она просыпается ночами, ее трудно успокоить, взрослых она не подпускает, также ложится на пол спать. Мы хотим добиться именно, чтобы, ну, во-первых, чтобы стадик больше не функционировал, чтобы Ольга Сергеевна, если мы говорим сейчас только про нее, не имела возможности даже работать в сфере образования, либо даже косвенно связанной с детьми. Вопросов было много и про синяки, и про ушибы, и про поведение, про то, что он там начинает драться дома, что он там к горшку там прям негативно относится. Нам все хорошо, красиво рассказывали, что это возрастное, что это все дети сами. Но та самая заведующая Ольга Сергеевна так и продолжает скрываться и от журналистов, и от родителей. Несмотря на ее громкие заявления о том, что она не знала, что творится в учреждении, за которое она отвечает, родители ей не верят. Уволившаяся нянечка, которая и снимала все, что происходит в этом детском саду, предоставила запись разговора и переписку с директором. Годовщина свадьбы для женщины оказалась важнее издевательств над детьми. После 9 мая будем разговаривать. Почему не на этой неделе? Ну вот слушай, еще раз, вот завтра мы до 12, завтра встанем, да, как бы она одна не остается. Я думаю, мне кажется, не стоит откладывать это, но потом это продолжается уже целый мой практически. Слушай, как бы ситуацию. Вот, вот за эти три дня по-любому что-то вылезет. Главное, нам надо зерно посеять. Получается, вот, за три дня она по-любому что-то закосячит. Все, у меня терпение закончилось, я все сливаю Ольге Сергеевне. Вот прямо вот эту информацию говоришь. Примечательно, что в тех договорах, которые показали нам родители, не указаны реквизиты организации. Только печать, да и судя по ИНН на ней, индивидуальный предприниматель прекратил свою деятельность еще в 2016 году. То есть, садик уже 6 лет может работать незаконно. Тем временем, в Ассоциации частных детских садов края заявляют, у дошкольного учреждения не было лицензии на оказание образовательных услуг. То есть, по сути, там за детьми должны были только присматривать. Обучать их чему-то было запрещено. Понятно, что если нет лицензии, то по факту-то, да, и воспитатель может быть кем угодно с улицы, там, не знаю, закончивших 5 классов человек, и пойти нянечкой за детьми смотреть. Самое, что элементарное, на что же следует обращать внимание, если создано какое-то хоть юрлицо, как ИП или как ООО, чтобы эта не тетя, не знаю, там, сделала санитарную книжку и от балды начинает вести так называемую предпринимательскую деятельность. Теперь последнее слово за налоговой прокуратурой и Роспотребнадзором. Именно эти ведомства контролируют деятельность частных детсадов, не имеющих лицензии на образовательную деятельность. И, возможно, после их вмешательства родители смогут добиться того, чтобы двери этого учреждения не открылись больше никогда.